Поменять отношение к своей работе посоветовал губернатор чиновникам, ответственным за восстановление сгоревшего тюза. Валерий Радаев побывал на месте реставрации здания и остался недоволен ходом ремонтных работ. Кто виноват в затягивании сроков, узнала Екатерина Ковальчук. Начните переживать. Вам тоже дело замечательно. Со дня пожара в Старом Тюзе прошло почти два года. Деньги на его восстановление есть. Их дважды выделяли из госказны. Последний раз 300 миллионов пришли в декабре 2013-го. Эти средства должны пойти на усиление фундамента, возведение новых стен и замену межэтажных покрытий. Но реставрация театра не то, что идет медленными темпами. К работам здесь и не приступали. Я вас убедительно прошу, чтобы поменять отношение к этому объекту. К этому объекту пока отношение такое, как будто он в долгострою. Он не будет долгостроен. Он до конца года будет закрыт в коробку. А за короткий период следующего года мы должны его запустить. Вот такой настрой должен быть. Из подвала откачали воду. Малый и большой зал очистили от строительного мусора. Частично разобрали межэтажные перекрытия. А к основным работам так и не приступили. В здании до сих пор не восстановлено электричество и нет воды. Слабая организация. Поэтому все технические условия должны объединить. Объединить. Потому что водой нам ничего не мешает заниматься. Электричеством ничего не мешает. Какие еще коммуникации? Водоотведение. Никто нам не мешает заниматься. Есть их условия. Пожалуйста, строите конкурс, проводите. Время-то идет. Мы сейчас видим, люди в каких условиях работают в подвале. Что им там? Приятно работать? Неприятно. Но это чрезвычайная ситуация. Чрезвычайная ситуация с восстановлением фасада здания. Пристройка к театру, возведенная в нарушение всех технических норм. Два года назад мешала пожарным бороться с пламенем. А сейчас мешает строителям. Из-за нее невозможно подогнать к зданию кран. Речи о сносе незаконной пристройки никто не ведет. Работы по восстановлению фасада возможно проводить, лишь перекрыв полностью одну полосу для движения на Вольской. А что кран? Где кран? Будем его ставить. Что не ставить? Хорошо, сейчас пройдем усиление, поставим транспорт. Сегодня строители могут похвастаться лишь почти завершенными работами по восстановлению фундамента здания. Для его усиления установлено 135 свай. По распоряжению губернатора завершить реставрацию здания старого тюза, необходимых 19 декабря текущего года. Учитывая темпы работ, здание будущего центра детского творчества рискует стать долгостроем. Екатерина Ковальчук, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.